Вселенная 25 В 1972 году известный американский ученый и этолог Джон Келхун совместно с Национальным институтом психического здоровья провел свой самый известный эксперимент под названием Вселенная 25. 25. Номер повторения эксперимента. Целью эксперимента был анализ влияния плотности популяции на поведение грызунов. Келхун построил настоящий рай для мышей в условиях лаборатории. Был создан бак размерами 2 на 2 метра и высотой 1,5 метра, откуда подопытные не могли выбраться. Внутри бака поддерживалась постоянная комфортная для мышей температура около плюс 20 градусов по Цельсию. Присутствовала в изобилии еда и вода, созданы многочисленные гнезда для самок. Бак очищался и поддерживался в постоянной чистоте. Были предприняты все необходимые меры безопасности. Исключалось появление в баке хищников или возникновение массовых инфекций. Подопытные мыши были под постоянным контролем ветеринаров, состояние их здоровья постоянно отслеживалось. Система обеспечения кормом и водой была настолько продумана, что 9,5 тысяч мышей могли бы одновременно питаться, не испытывая никакого дискомфорта, и 6 тысяч мышей потреблять воду, также не испытывая никаких проблем. Пространства для мышей было более чем достаточно. Первые проблемы отсутствия укрытия могли возникнуть только при достижении численности популяции свыше 3840 особей. Однако такого количества мышей никогда в баке не было. Эксперимент начался с того, что в бак поместили 4 пары здоровых мышей, которые быстро освоились и начали размножаться. Этот период Келхун назвал стадия А. Стадия Б началась с момента рождения первых детенышей. Число мышей в баке росло по экспоненте и удваивалось каждые 55 дней. Начиная с 315 дня проведения эксперимента, темп роста популяции значительно замедлился. Теперь численность удваивалась каждые 145 дней, что ознаменовало собой вступление в третью фазу – С. На этот момент в баке уже проживало порядка 600 мышей. Сформировалась иерархия и подобие социальной жизни. Стало меньше места. Появилась категория отверженных, которых изгоняли в центр бака. Они часто становились жертвами агрессии. Отличить группу отверженных можно было по искусственным хвостам, выдранной шерсти и следам крови на теле. Отверженные состояли, прежде всего, из молодых особей, не нашедших для себя социальные роли в мышиной иерархии. Проблема отсутствия подходящих социальных ролей была вызвана тем, что в идеальных условиях бака мыши жили долго, стареющие мыши не освобождали места для молодых грызунов. Поэтому часто агрессия была направлена на новые поколения особей, рождавшихся в баке. После изгнания самцы ломались психологически, меньше проявляли агрессию, не желали защищать своих беременных самок и исполнять любые социальные роли. Хотя периодически они нападали либо на других особей из общества отверженных, либо на любых других мышей. Самки, готовящиеся к рождению, становились все более нервными, так как в результате роста пассивности среди самцов они становились менее защищенными от случайных атак. В итоге самки стали проявлять агрессию, часто драться, защищая потомство. Однако агрессия парадоксальным образом не была направлена только на окружающих, не меньшая агрессивность проявлялась по отношению к своим детям. Часто самки убивали своих детенышей и перебирались в верхние гнезда, становились агрессивными отшельниками и отказывались от размножения. В результате рождаемость значительно упала, а смертность молодняка достигла значительных уровней. Вскоре началась последняя стадия существования мышиного рая. Стадия Д, или фаза смерти, как ее назвал Джол Келхун. Символом этой стадии стало появление новой категории мышей, получившей названия «красивые». К ним относили самцов, демонстрирующих нехарактерное для вида поведение, отказывающихся драться и бороться за самок и территорию, не проявляющих никакого желания спариваться, склонных к пассивному стилю жизни. Красивые только ели, пили, спали и очищали свою шкурку, избегая конфликтов и выполнения любых социальных функций. Подобное имя они получили потому, что в отличие от большинства прочих обитателей бака, на их теле не было следов жестоких битв, шрамов и выдранной шерсти. Их нарциссизм и самолюбование стали легендарными. Также исследователя поразило отсутствие желания у красивых спариваться и размножаться. Среди последней волны рождений в баке «красивые» и «самцы-одиночки», отказывающиеся размножаться и убегающие в верхние гнезда бака, стали большинством. В итоге средний возраст мышей увеличился. Смертность молодняка возросла до 100%. Количество беременностей упало до нуля. Вымирающие мыши практиковали гомосексуализм, девиантное и необъяснимо агрессивное поведение в условиях избытка жизненно необходимых ресурсов. Процветал каннибализм при одновременном изобилии пищи. Самки отказывались воспитывать детенышей и убивали их. Мыши стремительно вымирали. На 1780-й день после начала эксперимента умер последний обитатель мышиного рая. Предвидя такое развитие событий, Кэлхун попытался избежать такого результата. Из бака были изъяты несколько маленьких групп мышей, и переселены в столь же идеальные условия, но еще и в условиях минимальной населенности и неограниченного свободного пространства. Никакой скучности и внутривидовой агрессии. По сути, красивым и самкам-одиночкам были воссозданы условия, при которых первые четыре пары мышей в баке экспоненциально размножались и создавали социальную структуру. Но, к удивлению ученых, красивые и самки-одиночки свое поведение не поменяли, отказались спариваться, размножаться и выполнять социальные функции, связанные с репродукцией. В итоге не было новых беременностей, и мыши умерли от старости. Подобные одинаковые результаты были отмечены во всех переселенных группах. В итоге все подопытные мыши умерли, находясь в идеальных условиях. Стоит ли говорить, что в качестве подопытных Джон Келхун неизменно выбирал грызунов, хотя конечной целью исследований всегда было предсказание будущего для человеческого общества.